Шоу «Подъем» Шоу «Поделится сама Ангелина». Встречаем ее в нашей студии. Ангелина Волкова. Лауреат республиканских и международных конкурсов. Написала песни для себя и младшей сестрички. Обожает путешествия и пирожная картошка. Ангелина, привет! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о новостях твоей творческой жизни. У тебя появилась новая песня, да? Новый клип. Давай отдадим дань прошлым твоим мега-хитам. Во-первых, это «Бульба-дэнс». Гремит песня еще? Конечно. Мне кажется, даже чаще стали снимать ролики. И она все еще вирусится в интернете. И мне часто присылают фото, видео, отмечают меня в Инстаграме. Конечно, я просто миллион раз готова поблагодарить музыкальную медиа-компанию за потрясающий клип. Ну и, конечно, авторов песни Евгения Олейника и Анны Силук за потрясающую песню. «А гэта дэнс, дэнс, дэнс бульба, дэнс, 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 третьэццает, сарец лет, лес искать шамболе. А это танц, 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 бульба, танц, 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 у бульбе, танц, танц, танц и наша доля. А как ты думаешь, почему она стала такой популярной? Ну, ну вообще она и патриотическая, и веселая, и подходит для всех возрастов. Мне кажется, она как-то объединяет Беларусь. То есть, ну, бульба, мы все знаем, что она объединяет Беларусь, так теперь еще и песня. Можно сказать, второй гимн Беларуси. Иногда его так в интернете называют. Такой вот вопрос. Ты бы хотела, чтобы тебе всегда в дальнейшем ассоциировали с этой песней? Ну... А, это Ангелина, которая бульба-дэнс, да? Вот так, или нет? Ну, конечно, если так получится, я буду даже рада, потому что у всех остался вот этот яркий образ девочки в пышном розовом платье и вот с зелеными пышными волосами. Поэтому, в принципе, я не против. Это просто знаешь, как вот, допустим, актеры Гарри Поттера, да? Да. Они же сейчас говорят, меня бесит, что меня постоянно ассоциируют, я уже хочу другое такое вот. У тебя нет такого? Тебе кажется, что... Нет, ну... Мне кажется, я бы тоже, ну и какая разница? В дальнейшем будет много песен, но все равно будет популярно. Обычно хит, супер хит, он такой, да. Я знаю, что это не единственная песня, которую тебе написал Евгений Олейник. Какие еще песни он написал? А, «Миллионы сердец» и «Мир нашему дому». И какая из этих всех больше нравится тебе? Ну, мне все нравятся. Ну, по-честному, какой вот больше лежит душа? Сердечко? Мысли? Ну, не знаю. Голослов лучше как-то поется, знаешь? Ну, вообще мне бульба-дэс, наверное, потому что... Какая бульба-дэс? Бульба-дэс. Ну, я прямо очень люблю веселое. А с Юлей Быковой ты какую исполняешь? А «Мир нашему дому». Ага. Люди, откройте сердца. Люди, откройте глаза. Люди, откройте двери. Просто спасибо сказать небесам, что еще нужно всем нам. Мир нашему дому. Мир вашему дому. Пусть светит солнце. Звезды сияют ярче и краше. Ангелина, а что касается дуэтной песни с Дим Димычем «Антошка»? В Ютубе она прогремела. Больше 11 миллионов просмотров. А сейчас как? Завидуем. Пусть песню до сих пор. Конечно, под нее снимают ролики. А в Ютубе очень часто можно увидеть под этот трек очень много видео. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Я зацепил матрешек, вместе будем танцевать. Мне, бабушке, не так надо. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Я зацепил матрешек, вместе будем танцевать. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Я зацепил матрешек, вместе будем танцевать. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Я зацепил матрешек, вместе будем танцевать. А даже снимают, ну, отмечают хэштег Дим Димыч, Ангелина Волкова, и, в принципе, она не теряла свою популярность, ну, и, конечно, после такого крутого клипа, после, ну, того, то, что эту коллаборацию никто не ожидал, ну, вообще, ну, в принципе, и, ну, мне кажется, она очень завирусилась, и свою позицию она пока что не отдает. А с кем бы ты еще хотела заколлабиться? Вот мы слышали вроде как Клаву Коку, которая хотела себе в дуэт. А, ну, Гагарина, Клава Коку. А были, может, уже переговоры с ними какие-то? Нет, ну, не могу предложить, конечно, потому что... А вдруг, да? Ну, пока что я еще сама песни, иногда вот текста придумываю, поэтому, думаю, скоро буду и авторские песни выпускать. Да, Клава Кока, наверное, Милана Хаметова, если по моему возрасту, а в Беларуси Солодух, и получился бы хороший дуэт возраста поколений. Ну, так много с кем, российских звезд и белорусских звезд. В следующий раз придет, нам уже будет говорить, у меня вышла песня с Клавой Кок. Да, придет с Клавой, будет сидеть. А пока расскажи, когда нам ждать твой сольный концерт? Есть в планах? Ну, конечно, есть, но мне кажется, что мне нужно сначала сделать свой сольный альбом, ну, большой прямо. Ну, еще где-то песенки три нужно точно выпустить. Чего-то. Ну, к сольному концерту я готова, у меня репертуара хватает, то есть я пою там каверы, свои сольные песни. Ну, и просто, если мне нравится песня, я ее могу выучить, отработать и спеть. Поэтому, конечно, я вскоре. Ангелина Волкова, сольный концерт. Ждем. Супер, ждем. Давайте не на... Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях юная исполнительница Ангелина Волкова. Ангелина, в твоем репертуаре появилась новая песня. Ее автор – Катя Оушин. Расскажи, во-первых, как вы познакомились и вообще, как был процесс? В студии «Радиомир». Ну, мы тогда мило пообщались, и, в принципе, у нас осталось хорошее восприятие друг друга. Потом, когда уже... Нашли коннект. Да. Ну, потому что и Катя Оушина, я такая яркая, веселая. А потом мы встретились на большом концерте «Радиомир» в Новополоцке. Ну, и там уже зашла речь о песне. Мы слышали, что перед написанием песни для тебя Катя советовалась со своим продюсером из Британии. Да. Ого! Да, и ты ему очень сильно понравилась. У тебя, может, скоро англоязычный альбом выйдет такая? Не знаю, но я запомнилась им тем, что я была яркая, они посмотрели песню «Года», и я была такая «Хоу! Вау!». Яркая, веселая, поэтому, мне кажется, маленькая Катя Оушин. Ага. Ну, смотри, Катя написала для тебя песню, передала ее, и когда ты ее услышала, что ты почувствовала, что ты подумала? Может, было такое, мне что-то не очень нравится, но ты уже неловко отказываешься. Она вроде крутая. Да, вроде, я не знаю. Нет, она сразу, во-первых, мне запомнилась эта мелодия, я ее напевала весь день, и вот как только я ее услышала, я сказала, это песня моя. То есть она мне полностью подходила, потому что, ну, она веселая. Как можно отказаться от такой веселой, яркой песни? Тем более, она еще и патриотическая. Я думаю, все, это точно мое. А что касается клипа, ты какое-то участие сама принимала в его создании, или Катя просто взяла весь свой опыт, засунула, и все, как бы? Нет, ну, конечно, я принимала участие, но, то есть я принимала участие, вот эти все видео, это мои самые яркие, мои самые любимые концерты. Ну, там, конечно, были и закулисья концертов, поэтому клип получился очень интересным, потому что там можно было увидеть то, что не увидит зритель, который будет сидеть в зале. А поэтому клип понравился людям. Такое еще воспоминаниями, да, про пик? Да. Все собрала. Ангелина, мы еще не все музыкальные новости из твоей жизни обсудили. Мы знаем, что тебе на день рождения родители подарили песню. Да. Рассказывай нам, пожалуйста. Песню, которую ты сама будешь исполнять, или они тебе спели песню, записали? Нет, это песню я сама буду исполнять. Ангелиночка, наша дочурка. С днем рождения! С днем рождения! Ангелина, поем про Ангелину. Да, Ангелина. Нет, мне подарили песню. Тебе понравилась она? Конечно. А то прикинь, спасибо, капец, она мне не нравится. Спасибо. Нет, на самом деле песня тоже очень яркая. Знаешь, кто пишет текст? Кто? Тот, кто пишет песню Оли Бузовой. Да? Так у тебя что там, типа, ну-ка, напой? Ну это все... Мало Ангелин, мало-мало Ангелин. Так там или как? Нет, ну, эта песня просто вау. Мне кажется, она всем очень понравится. Ну, вау, это даже очень подходящее слово. Там при певе будет запеть вау, полегче. А дальше сами гадайте, потому что... Я Ангелина, давай не торопись. И потом мало-мало. Ладно, давай тоже не будем торопиться, пока песня не вышла, не записана. Мы пока сохраним интригу и посмотрим клип на песню, которую для тебя написала Катя Оушен. Поем про Беларусь. Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. У нас в гостях юная исполнительница Ангелина Болкова. И сейчас мы с ней сыграем в игру, которая называется... Ангелина против Шазама. Да! Будут играть какие-то отрывки песен, и ты должна, я с тобой буду соревноваться, угадать быстрее, чем это сделает Шазам, который Маша будет быстренько нажимать. Готова? Давайте. Победитель получит аплодисменты. Сама понимаешь, ей есть за что побороться. Итак, поехали! Малиновая лада. Ну да, это было быстрее. Все, чувствую, я проиграю. Итак, 1-0 в пользу Ангелины. Дальше. Ставим... А, блин, на часах 0-0. Я не знаю, я знаю, но я не знаю, кто поет. Ну, ну, ну. Сите меня, а потом о любви говорить до утра. Нет? Другая песня. Это Юность называется, Добро Юность, Добро Юность. Сам был быстрее, если честно. Эх. Это обездушная машина, она вообще, знаешь, не нужно прям учитывать. А мы дышом песни искали, мы же ее не знаем, просто название. Она похожа, да, на часах на 0. Дальше. Девочка Грустинка. Грустинка, хаппи. Грустинка, да. Все, я чувствую, что я старею, я таких композиций уже немножко не плаваю, так сказать. Очень быстро, как-то слишком быстро. Дальше. Я забыла. Я уже понимаю, что это молодежные ответвления, я туда вообще никак... Угадай, где я, я дома. Угадай, как я, я в норме. У меня... Ну я, да... Ну Шазам, Шазам угадал. Ну Шазам опять, ну не знаю. Песня два года, Шазам. Давайте я вам дам чуть-чуть халяву. Давай, ты через пару секунд включишь, давай. Дальше. Эх, далее. Форум. Пикачу, Егор Шип. Ну Пикабой, но да. Как будто Пикачу. Капец. Но Егор Шипша, да. Да, я старею, я все, мне становится грустно. Видите, как улыбка у меня с лица сползает. Дальше. Я знаю, моя невеста Егор Крит. Нет. Егор Крит, ну какая песня. Она любила кофе в обед. По утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем. Меня манила красотой колен. Работу в лет за четыре часа. Моя невеста, что? И добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза. Меня манили ее губы. Я ее встретил из-за мер. Меня манили ее руки. О, боже, мама, мама. Я схожу с ума. Я угадала. Мама, самая, самая. Да, да. Я угадала. Это мне бал. Наконец-то я угадала. Дальше. Миллионы сердец, Ангелина Уолл. А, это твоя песня. Ну, давай, послушаем. Невозможно точно знать Все, что ждет нас впереди Если выбрал трудный путь Смело по нему иди Не сдавайся и не трусь Мейся всем ветром на пол Ура! Победила Ангелина, получается. Или дружба. Победила дружба. Ну, давайте за дружбу. Вот так вот мы поиграли. Надеюсь, что вы с нами тоже немножко попели. А сейчас нас ждет видеоролик об особенностях удаленной работы. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл И мы продолжаем общаться с нашей гостьей Это юная исполнительница Ангелина Волкова И к ней присоединилась ее младшая сестричка Виктория Привет, девчонки Здравствуйте, еще раз Ангелина, у тебя есть младший братик и сестричка Сестра Вика даже вот пошла по твоим песческим стопам, да? Да Расскажи об этом Ну, вообще, она не так давно пошла заниматься Она, наверное, посмотрела на тебя на сцене, да? И такая И я хочу Да, ей вообще все нравится То есть ей нравится пышное платье Такие сценические образы Она все время наряжается Что-то на себя примеряет А потом очень у нее много детской косметики Она очень любит краситься Любишь краситься? Да, вообще звезда И она просит маму, говорит Мама, когда я буду выступать сейчас, так как Ангелина Ты мне купишь вот такое платье? А такое? А такое? А такое? А может, меня так накрасят, чтобы глаза красили Ну все, артистка, да? Уже такая, с беленок Ну и недавно мы решили спеть с дуэтом Такую трогательную песню про маму И вот у нас дуэт Класс! И как все получилось? Конечно, все получилось просто супер Ну, потому что вообще песня про маму очень сильно заходит людям Ну и песня такая трогательная Тем более детский голос можно сравнить Еще и вместе с кричкой Да, более взрослым А вы можете нам немножко напеть какой-нибудь маленький кусочек вашего дуэта? Викуш, напоешься? Споете нам? Давайте кусочек Давай! Там далеко, далеко, в тихом голоде Посиди земли одна в темной комнате О спасении моем Богу молится Полуночная моя Богомолича Об одном она молит Грани, Господи И всю ночь в окне горят Свечи восковы Чтобы веру и любовь потерявшая Свет нашла душа моя Заплутавшая Мама Спасибо! Такая у вас прям серьезная композиция Да Вика, Ангелина тебе помогает? Помогает тебе петь? Какие-то уроки тебе, может быть, дает? Там фишки какие-то тебе рассказывает, чтобы петь вот так или вот так? Да Да? А ты уже на сцене выступала? Прямо на сцене? Да Да? И как это было? Волновалась? Или не волновалась вообще? Волновалась Вообще? Вот такая вышла Это я, Вика Так было? Так было? Молодец, ну артистка А я вот знаю, что Ангелина сочинила песню для своей сестрички Да? Да Ой, ну вас вообще молодцы И про родителей, и про семью, и про друг друга Вообще супер Как называется песня и про что она? Вообще, я хочу еще сохранять это в секрете, потому что для Вики это также будет сюрприз Так мы что, раскрыли тайну? Нет, она знает то, что я пишу ей песню Ты знаешь, что будет песня, да? Мы не раскрываем лучше, как называется Но она не знает пока что про что она, какая она веселая, грустная Я ей ничего пока что не говорила, потому что я хочу, чтобы для нее это был масштабный сюрприз И чтобы она вышла с этой песни Ждешь? Ждешь? Хорошо Хорошо, ты не хочешь рассказывать пока что про песню для сестры, но тогда расскажи про песню для себя Для? Я писала песни, но я пишу иногда такие текста для себя Как это, про себя или для себя? Типа, я Ангелина, ля-ля-ля Нет, я написала песню про лето Ага Но она еще не вышла, потому что Разработка Да А мы ищем специалиста, который подойдет, ну, и сделает нам такую настоящую крутую музыку Я написала текст Ну, он, конечно, такой летний, веселый Ну, и я думаю, что летом это вот самое то Хитяо, боже Да Девчонки Мама Кристина, ваш верный спутник и помощник во всем Расскажите, какие у вас взаимоотношения с ней Классно, когда мама продюс Конечно Удобно Нет, платье покупает Да Во всем помогает Нет, мне кажется, шьете вы платье же, да, наверное? Да, шьем Шьет платье артисты Не покупают Извините Нет, ну, все покупает Это касаемо Ой, мама, мама, смотри, а какая красивая помадка Ой, а купишь, мама? Но, конечно, это очень удобно Ну, и мама много чего разрешает Там можно и поспать в спокойном машине Ну, мама вообще у нас и костюмер, и гример И иногда она визажист Ну, кем мама только не была Ага Ну, здорово Ангелина, ты учишься в седьмом классе При такой бешеной занятости При всем при этом У тебя же бывает даже по четыре концерта в неделю Да Как ты с учебой справляешься? Или ты как, нету концерта, и все такие Ну, давай, беги, беги Типа, наша артистка там И что, нарисуем ей там восьмерочку, девяточку А, нет, ну, некоторые учители относятся с пониманием А некоторые не очень, да? А некоторые не очень, наоборот, так Ты либо выступаешь, либо ты учишься Либо учишься Ну, вообще, у меня большая часть учителей Всем не желают удачи И, конечно, я потом стараюсь очень сильно подтягивать материал Можно я воспользуюсь возможностью И передам привет своей любимой учителе? Конечно Наталья Владимировна, передаю вам большой привет Я вас очень сильно люблю Потому что вы очень хорошо преподаете английский И весь класс вас просто обожает У-у-у-у Ангелина Мы желаем тебе новых побед Успехов новых песен Приходи к нам в гости еще раз С новиночками своими Приводи, сестер, братьев Всех, кто будет Вику ждем уже в гости С новыми песнями, победами, да? Какими-то историями С новыми, да? Супер Все, девчонки, спасибо, что пришли к нам Напоминаем, что в гостях у нас сегодня была певица Ангелина Волкова И ее младшая сестричка Виктория Волкова А сейчас время музыки на телеканале ТНТ Интернешнл